Чупалки – это бренд, это мода, это бренд, но не в этом дело. Нам важнее не болеть, не врачать и не стареть, ни душой, ни телом. Не стареть, не болеть, оставаться в хорошей физической форме, приятно и полезно проводить время. Скандинавская ходьба универсальна. Это доступный и нетравматичный вид спорта. Фестиваль по скандинавской ходьбе прошел в Центральном парке культуры и отдыха, а стартовал он у физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке. Все началось с разминки. Зарядка, зарядка, веселая зарядка. В фестивале приняли участие команды из Щелкова, Королева и других соседних округов. Всего 72 человека. Татьяна Скорикова занимается скандинавской ходьбой уже 5 лет. Говорит, число желающих постоянно растет, а самочувствие после занятий улучшается. Мы оптимисты, поэтому нам веселее жить, и поэтому мы не чувствуем одиночество. Многие наши женщины потеряли мужей уже. Обратите внимание, женщин больше, многие потеряли мужей. И вот некоторые из них говорили, я места себе не находила длительное время. А к вам пришла, я вдруг почувствовала, что я не совсем одна. Эффект от занятий есть. Активизируются не только мышцы ног, но и верхние части тела. Сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе. Улучшается работа сердца и легких. Но сначала нужно научиться правильно ходить. Одна из участниц фестиваля, Светлана Владимировна, показала основы. Палками надо отталкиваться от земли, помогая себе. У меня получилось не сразу. Ну что же, еще раз пробуем. Отталкиваемся палкой, и нога другая. Вот так. Так. Опять не так. Так, так. Только палку надо... Это самое, она должна уходить назад. А, палка назад. В Щелкове научиться ходьбе может любой желающий. Занятия проходят в Центральном парке каждый будний день с 9.30 утра. Понадобится только справка об отсутствии противопоказаний. В тренировке часть проекта активное долголетие. Обучает ходьбе опытный инструктор со стажем более 10 лет. В его команде уже более 30 человек. Фестиваль два раза в год проходит. Когда? Ну, второй раз вот в сентябре и часто еще бывает в мае. Кроме того, наша команда принимает участие в спартакиаде ветеранов. Проходит там все виды надо. Будет 19 октября на ЮСК Подмосковье в Манеже. Там мы будем тоже принимать участие. Борис Горбатов уверен, что такие фестивали объединяют участников. Мы готовили топшую песню. Мы ожидали этого дня фестиваля. Больше речевку. И как-то более активно перед фестивалем старались сходить. Вот, не ленились. В завершении фестиваля всем участникам вручили грамоты и сделали фото на память. Анна Наприенко, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.